Я вчера поговорил с Александром Кныровичем, мы очень много чего обсудили, в том числе и доллар, в том числе и вот эти секретики от Нацбанка, вроде там просел его, запасы просели, а потом после разговора с Кныровичем мы просто перейдем к фактуре, вот Люда, помнишь, я про Европу говорил, просто сравним цены, что называется, на пальцах. Давайте сейчас послушаем умного человека. Две жалобы есть главные. Первое, пропадают товары, причем понятно, что речь не идет о хамоне, которого и так никогда не было или был по бешеным ценам, или о каком-нибудь фуа-гра, который я любил, нетрепетно и нежно. Но пропадают, например, какие-то белорусские товары, сырые, молочка, да, сливки, казалось бы, то, чем мы должны гордиться и то, что у нас было всегда, а это пропадает, исчезает. И второе, если это есть, то цены, инфляция страшная, 18%, вот вроде бы с начала войны, да, или там с начала года. Ну, собственно, первый вопрос, куда пропадают товары, почему, что происходит? Ну, тут есть очень-очень два простых обстоятельства. Первое простое обстоятельство. Во-первых, как бы сломалась вся логистика, да, то есть все то, что как бы нужно, должно было привозиться к нам в Беларусь, вдруг стало либо вообще недоступно, либо как бы очень каким-то окольными путями, кривыми, косыми, естественно, втри дорого довозится до Беларуси. И так было со всякими там вещами, типа Катропак, а так существует с вещами, которые являются комплектующими, в том числе, как бы участвуют в сырье в наших белорусских сырах. Ведь если вы делаете белорусский сыр, это не означает, что у вас все компоненты будут белорусские. Это означает, что какие-то элементы, какие-то там добавки обязательно будут импортны, потому что химия для пищевого производства в Беларуси не развита совсем, да. И, естественно, в момент, когда началась война, когда порвались все цепочки, естественно, как бы начались проблемы. В этом смысле это проблемы исключительно временные, и они решаются, естественно, подорожанием, потому что на планете не перестали производить комплектующие, коровы не перестали доиться, куры не перестали нестись. Все на месте, все будет происходить, все будет производиться дальше, естественно, это будет дороже. Насколько дороже, сегодня сказать никто не может. Почему? Потому что та цифра инфляции, которую вы видите в Белстате, 18,1%, это она у них только там в Белстате такая. Потому что в реальности инфляция считается, вот эта цифра, по той корзине, которую сам себе нарисовал Белстат. И там, как вы правильно сказали сегодня, там нормального итальянского вина нет. И даже сотовый телефон там точно не айфон. Поэтому у каждого инфляция своя, и у людей, которые зарабатывают чуть-чуть больше пожиточного минимума, инфляция точно не 18,1%, а несколько побольше. Насколько она больше, каждый может судить сам. Итого, первая проблема – это то, что у нас были какие-то траблы с поставками из-за рубежа. Она решаема, но это будет дороже. Вторая проблема – это проблема исключительно с импортными товарами, часть из которых действительно выпадет из оборота просто по причине санкций. И по причине того, что их возить станет невыгодно. Потому что абсолютно очевидно, что доходы белорусов падают, белорусы начинают больше сберегать и больше бояться тратить. Естественно, часть тех продуктов, которые были дорогие, которые были люксовые, которые пользовались спросом только очень малого количества людей, они просто у нас выпадут из оборота. Но придется жить так. Но смертельного ничего нету, полки чем-то будут заполнены. Но вопрос только в том, что вот это привыкание к новой экономической ситуации занимает какое-то время. С продуктами более-менее мне понятно, ясно. И, допустим, та часть общества, которая кричит, что завтра будет железный занавес и будет полный капец, они не правы. Правильно я понимаю? Все уточнило. Вы знаете, что экономика живет всегда. Вот надо понимать, что в Советском Союзе было предпринимательство, в Северной Корее есть предпринимательство, на войне есть предпринимательство, и в тюрьме есть предпринимательство. И поэтому, если вы захотите купить какую-нибудь итальянскую колбасу, вы обязательно ее купите в конечном итоге. Вопрос, во сколько она вам обойдется. Поэтому за то, что что-то произойдет, совсем пропадет. Не бойтесь, все будет на своих местах. Хорошо. Вопрос вот сегодня на зеркале. Я увидел материал о том, что читательница зеркала заметила. Санта-Бремор, селедочка, прям в нескольких позициях в Москве дешевле, чем в Белоруссии. И так обидно стало за Родину. Это почему так происходит? Что случилось? Ну, вы знаете, Санта-Бремор – отличное, большое, серьезное предприятие, которое, естественно, гораздо больше работает на Россию, чем на Белоруссии. Предполагать, что во главе Санта-Бремора сидят люди, которые почему-то не любят белорусов, и поэтому продают им дороже, не приходится. Поэтому единственное какое-то логическое объяснение, я тут скорее как предприниматель скажу, чем как экономист, может быть только в том, что в России какие-то запасы, которые были поставлены раньше, по цене сырья, которое было дешевле. А Беларусь это все уже как бы прокрутилось, как бы этот маховик быстрее были, они потреблены, мы быстрее съели ту самую замечательную селедку, и мы кушаем селедку уже из новых поставок сырья. Россияне еще доедают ту самую старую. Ну, понятно, что пока селедка своим ходом доплывет до Челябинска, некоторое время это занимает. Она пока еще дешевая селедка, но в результате, я думаю, что все придет на свои, все устаканится, и как бы никакой отдельной стратегии для Санта-Брэмара в России нету, и никаких плюсов экономических для того, что он продает в Россию дешевле, естественно, тоже нет. Поэтому это временно исключительная ситуация, селедка одна и та же. Тогда, если позволите, я вас немножко помотаю по вопросам, которые не касаются напрямую продовольствия, но тоже любопытно, потому что как-то они вот сегодня прям все навалилось сегодня. Первое. Буквально несколько часов назад опубликованы данные по валютно-обменным операциям за август, и выясняется, что там впервые с какого-то там длительного срока белорусы нас давали валюты больше, чем там на 56 чем-то миллионов, по-моему, больше, чем купили. Естественно, тут же приходит первая мысль в голову – ага, проедают запасы. Как вы это прокомментируете? О чем это говорит? Ну, давайте так. У нас, когда такое происходит, могут работать два фактора. Первый – это действительно люди как бы потрошат подушки и матрасы, достают как бы запасы и начинают их проедать. Второй немаловажный фактор, который появился не так давно – если из страны уехала там сотня-другая тысяч человек и начала работать, как бы зарабатывать валюту за рубежом, то, естественно, у них есть родственники, которым они помогают. Естественно, это тоже фактор, когда эти родственники берут валюту и начинают сдавать. Поэтому степень влияния одного или второго фактора мы не знаем, но то, что обычно это говорит о том, что люди начинают потрошить заначки – это точно. Окей. Нацбанк. Интересный кейс вот был с Нацбанком, да, золотовалютные резервы наши. Я сейчас абсолютно как дилетант. Вот я вижу новость, слышу звон. Золотовалютные резервы за август усохли почти на 100 миллионов долларов. Нацбанк плюс еще ко всему публикует какую-то там урезанную статистику, что-то там скрывает и так далее. Вот усохшие золотовалютные резервы плюс какие-то там тайны от Нацбанка. Пожалуйста, о чем это говорит? Ну, Нацбанк боится. Нацбанк, и Министерство нашей экономики, и наше правительство целиком, и Лукашенко – все вместе очень и очень боятся. Они боятся в первую очередь паники, потому что состояние экономики, знаете, оно сегодня… Она сегодня находится в падении, но пока есть ощущение, что это такое, знаете, плановое падение, пока нет ощущения как бы того, что это валится в пике. И они очень боятся дать в эфир какие-то новости, которые могут вызвать как бы вот то самое пике. Поэтому золотовалютные запасы, их состояние закрывается, поэтому закрывается состояние бюджета, закрывается состояние какой-то внешней торговли. Это чисто эмоциональное такое желание, давайте закроем глазки, давайте будем не видеть происходящее, и тогда, может быть, нас пронесет мимо. То есть это вот такой странный эффект, вроде взрослые люди, но играют в эту игру. Что же касается непосредственно золотовалютных запасов, то есть как бы экономическая норма. Для того, чтобы вы чувствовали себя безопасно, вам нужно иметь около трех размеров вашего импорта. Вот представьте себе, что вы нормальный человек, и вы себя в тумбочке держите, если ваши расходы в месяц 500 долларов, то вы в тумбочке держите 1500 долларов на всякий случай. Мало ли вас уволят, мало ли что с вами произойдет. Это такой запас как бы на черный день. Точно так же с золотовалютными запасами, если у нас по прошлому году месячный импорт был больше трех миллиардов долларов, то наше нормальное состояние золотовалютных запасов, безопасное, около 10 миллиардов. Сегодня у нас 7,5, это примерно 2,5 месяца. Это еще не так страшно, как могло бы быть, и это пока еще не угрожает вообще ситуации на валютном рынке. Но то, что у этих ребят такой большой-большой страх, и то, что они боятся сказать людям правду, это абсолютно очевидно. Плохой предыдущий опыт. Последний вопрос мой личный. Я помню хорошо, в март, конец февраля, март, начало войны, и доллар по 4 рубля. Да. Я лично обмениваю свои сбережения и был рад тому обстоятельству. Но что происходит? Почему доллар сейчас 2,55? То есть, грубо говоря, были периоды, когда он был дешевле, чем до войны, да? Что происходит? Просто сформулируйте это еще раз, чтобы я засыпал и проговаривал это сам себе. Происходит следующее. В огромной России количество валюты, которые в нее приходят, гораздо больше, чем количество валют, которые из нее уходят. Потому что взметнулись вверх цены на углеводороды, потому что курс такой, какой есть сегодня в России, и потому что Россия начала значительно меньше потреблять импорта. Если вы увидите, как упали продажи, например, легковых автомобилей, они упали там на 80%, то в реальности получается так, что война войной, а денег в валюте в России стало больше, чем было. Ровно точно такая же ситуация сегодня и в Беларуси. Перед всем тем, что упал и экспорт, и импорт, импорт сегодня упал значительно больше. Ведь если вы собираете значительно меньше мазов, то вам не нужны комплектующие для мазов, которые вы покупаете по импорту. И поэтому абсолютно парадоксальная ситуация. Я предполагаю, что она, конечно же, временна, но на данный момент действительно валюты в стране на фоне войны больше, чем было до войны. Поэтому наша привычка, знаете, в чем особенность белорусской экономики? В том, что у нас обычно кризисы, это когда рванул вверх доллара. А сегодня у нас тот кризис, когда инфляция разгоняется, она точно не 18%, а доллар стоит на месте. И поэтому в Беларуси дорожают товары в долларах. Это уникальная для Беларуси штука, когда мы вдруг начинаем, вроде как и зарплата у нас в долларах сегодня такая и не такая уж и маленькая. Но когда ты приходишь в магазин с этими не такими маленькими долларами, оказывается, что у нас очень странные цены именно в долларах. Поэтому за курс валюты беспокоиться пока не стоит. Я не знаю, что будет через месяц-полтора, потому что никто не знает, какие решения примет правительство, выполняя указания о спасении экономики. Может, они завтра напечатают половину объема новых денег и все, что я сейчас скажу, будет неправдой. Но пока валюты более чем достаточно. Покупаем по импорту мы меньше, чем продаем по экспорту. И не с этой стороны у нас есть какие-то опасения. Скорее вопрос про инфляцию, скорее вопрос про безработицу. Потому что если падает ВВП на 10%, то надо либо сокращать всем вместе закладку на 10%, либо увольнять 10% рабочих. Но опасности не со стороны доллара, пока у нас на горизонте. Очень интересные результаты опроса. У нас в онлайн идет опрос в ютубе. На чем вы экономите в связи с ростом цен? Четыре варианта. Еда, одежда, отдых, путешествие. Другое. Мне очень Натанны понравился комментарий. А где в вопросе вариант на всем? Это как вообще? Я по себе скажу, но на всем. Смотри, результаты на еде меньше всего, как и на другом. 10% всего лишь опрошенных. На одежде 18%, на отдыхе и путешествиях 63% экономят. Это логично, потому что без условной Турции ты проживешь, так? А вот это вот... Без дополнительных каких-то башмаков у старых походишь. Надо проговорить с психологом, потому что... Вы же знаете, что вот этот баланс... Ты-то, конечно, можешь прожить, но какого будет качества в твоей жизни? Может быть, лучше где-то не доесть, но в Турции отдохнуть? Это очень важный вопрос. А кто мне? Мне психолог даст деньги на Турцию, если у меня денег только на еду. Ну... Я без башмаков ходить буду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!